Друзья, очень большой привет! С вами Юрий Тетерин. Только что прошел небольшой дождик и я спешу сразу после него на пару часиков на рыбалку. Рыбалки сегодня заплатировано не было, но у меня вчера пришли обновки, ну а больше там двух дней я не могу чтобы они лежали дома неопробованные. И вот как бы я хватаю новые приманочки, спиннинг и бегу к водоему, чтобы протестировать их. Естественно все лето впереди, натестируюсь не раз, но блин не терпится, а пробовать вдруг сегодня именно тот день, когда рыба захочет брать обновки. Сейчас придем на место, я вам все покажу и расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас опишу... Мегаповар от компании Герман. Размотка 135 метров. Диаметр 0-14 мм. Размотка 11-300 г. Вот так выглядит упаковочка. Плетенка легла на шпулю как влетая. Блин, гладкая. Мне понравилось то, что дома перематывал. Такое ощущение, что она как будто жиром смазана такая. Блин, прям блестит. И на руках не пачкаться. То есть некоторые плетенки бывают сильно так окрашены, что краска остается даже на ролике. Но это вот, думаю, вот такая же. Думаю, чем-то обработана. Но, блин, сама по себе вот такая мягкая-мягкая. И не знаю, на микрометре у меня нет микрометра проверять. Но сама по себе плетенка визуально просто прекрасна. Посмотрим, какие же приманки у меня появились. По приманкам. Это силиконовые приманки. Все, что я сегодня буду показывать, это фирма Герман. Посмотрите, какие прекрасные такие вот бычки-подкаменщики. Рыбка называется Гулливер. Ну, 120 мм. То есть цвета, посмотрите, у всех приманок практически одинаковые. То есть машинное масло, такой вот коричневый цвет, один из моих любимых. Так, Гулливер. Ягами. Такие вот тоже интересные. Если обратите внимание, у меня любопусство просто ради. Покупаю вот такими с лапками интересные. Просто посмотреть, как рыба относится вот таким необычным приманкам. Ну и это уже классический брохвост Кай. Тоже Герман. Посмотрим. Помимо них еще есть колебалки. Друзья, вот и блесенки. Как я сказал, колебалки. Ну, а вертушечка среди них есть. Вот такая двухлепестковая замерденичка. Это колебалочка Твин. Шумовая блесна. Это двухсторонняя. То есть с одной стороны она серебристая, а с другой стороны такая вот ну, зеленая, там, желтая, разноцветная, короче говоря. Это две блесенки в разных размерах, которые нанесут название Williams. Ими, как я понимаю, можно ловить и зимой, и летом. То есть зимой вот вес тоже не подойдут. Поэтому, наверное, я их заказал, чтобы попробовать можно было и зимой. К тому же, вот допустим, эти две блесны светятся в темноте. Светонакопительные. Блесны с данным знаком на упаковке обладают эффектом свечения в ультрафиолетовых лучах. Ну, как-то так. Вот видите, вот эти луби вот такой ночек ведут. Ну, сегодня будем тестировать все, что у нас есть. Попробуем, друзья, вот такой вот твин в деле. Посмотрим, как на него рыбка будет. Ускакивать нет? Ускакивать нет? Продолжение следует... вот друзья когда башечка сработала веночек двойная 5 как фикцион сильно я слабил и такая вот красавица глупила тихо девочка моя без поводка ловлю может сойти но смотрите тут мне повезло на краешек это сети на может порвать и правильно сказал плетенку мою перегрызть такая вот краса влетела давно я колебалки не ловил вот так правильно порадовала поклевочка красотуля ушла молодец друзья несмотря на то что я давнишний фанат спиннинга колебалки далеко не мой конек и на них я очень редко ловлю вообще это вот то заблюда за моим каналом уже давно за 8 лет я не знаю там это считанное количество там раз я закидывал колебящиеся блесны но вот веночек такой сейчас сработал я рад как этот не знаю школьник который первый раз руки в спиннинг взял рыбку поймал и вот это знаете как-то вот реально детство напоминаю когда на колебалке ловишь и вот прекрасно его прям верил в нее в эту блесну поставил ее и бах рыбеха есть ура что еще добавить а а и и и Па, окушок на твин попался, о, у меня че я как, хорошая блесна, ловится и сходит, ловится и сходит, ну как сама отпускается, красиво, колебалку на колебалку лакуни ловите, вообще не знаю, раз, второй, третий за всю жизнь. Друзья, попробовал колебалки и рыбки почему-то перестали бринклевать, попробовал на джиговой приманке, может кто-то со дна удастся раздобыть, потому что всяко может быть, так-то в последнее время рыба как-то себя не особо активно ведет, не только хищная, но и мирная, так что не знаю, может с чем-то связано опять же с погодой, сейчас попробуем оснастить все три новые приманки на крючки и пройдемся с джиговыми приманками, может щукарики какие-то очухаются, это просто рыбалка мне ближе, я люблю микро джиг, но тут не совсем микро джиг босс, потому что пиванки довольно крупные, но все-таки. Друзья, оснащаюсь на осветных крючках, потому что у нас полно коряк, вот снял со старой приманки уже чебурашку разборную вместе с осетником и оснащу на осетниках нашу приманку вот такую, то есть это все, я думаю вы так знаете-ка делается, проводим приманку у головы, ищем где будет выходить крючок, делаем отверстие, выводим крючок, то есть все легко и просто, приманка в рабочем положении, то есть если вот крючок спрятан, коряги не мешают, но если рыбка прокусит, крючок оголится и впиваться в пасть, так первую приманку оснастили, значит давайте другие все три я с ним сразу, чтобы потом не мучаться. Продолжение следует... Ребятня, рыболовный день короток Особенно сегодняшний Обладить удалось только одну приманку Но ничего страшного У меня, друзья, для вас созрела Интереснейшая новость Так шел-шел, рыбачил-рыбачил Я думаю, а почему бы не провести мне для вас новый конкурс Недавно жена проводила ремонт Не ремонт, а марафет наводила на веранде Там, где у меня лежат приманки И говорит, не много ли, Юрка, у тебя этих силиконовых приманок собралось? А я говорю, Наталья Николаевна, это еще далеко не весь арсенал, который ты видела Это, скорее всего, одна десятая всего лишь часть А сейчас иду и думаю, а действительно, друзья Приманок у меня просто уйма И вот эти три новых пачки резины я могу с легкостью отдать одному из вас Сейчас объясню поподробнее, какой же конкурс у меня в голове созрел Друзья, а конкурс заключается в следующем У меня, как вы видели, есть три практически новейшие пачки резин То есть я их даже не обловил Ну и только их открыл, а некоторые с ним приманки оснастил Сейчас я возверну все приманки обратно в пакеты, которые я сегодня затронул И разыграю эти три пачки силиконовых приманок То есть правила будут безумно просты, так же, как мы разыгрывали спиннинг Вы по данным видео ставите палец вверх Дальше вы оставляете любой нормальный комментарий, который не оскорбляет ни меня, ни канал А просто, ну просто, я первый, я участвую что-то в этом духе И 1 августа 2019 года я случайным числом выберу победителя И за свой счет отправлю эти три пачки кому-то из вас Думаю, все реально просто И участвуйте Спиннинг уже уехал давным-давно в город Котлас Возможно, и эти приманки уедут не так далеко Куда они уедут, узнаем 1 августа Только для жителей России Потому что за рубеж отправлять мне будет дороговато Участвуем Друзья, всем пока С вами был, как всегда, Юрий Тетерин Не забывайте ставьте пальцы вверх Участвуйте в конкурсе Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!